При таком огромном обилии предложений от агентств, конечно же, возникает вопрос, а чем же интересны и отличаются те экспедиции и маршруты, которые предлагаю я? Благодаря моему опыту жизни в различных традициях, именно с погружением в жизнь коренных народов, это и племена в джунглях, с потомками древней цивилизации майя, которые существуют, и это развеивает миф об этом. Что я могу вообще предложить? Действительно, такую экспедицию познавательную в различных областях. И вот благодаря этой жизни с коренными народами мне передавались мудрости, знания их в различных областях, и это в области медицины, вне сегодняшнем, это с точки зрения науки, неры, даже физиологии и психологии. Именно изучают такую самобытную культуру жизни потомков древних цивилизаций в сегодняшнем дне. И сегодня я могу предложить такое погружение, где будут открываться нам знания. Знания древних, насколько они важны для нас в сегодняшнем дне. Мне очень хочется рассказать о Мексике, потому что я там пробыла продолжительное время. В течение двух лет я перемещалась и жила в различных традициях и в различных племенах. И вот в течение трех месяцев я жила в одной деревне с людьми Майя, где, собственно, меня погрузили в жизнь, жизнь самих людей и церемониальную. Это удивительно тем, что все вопросы они решают коллегиально, церемониально. Это удивительно. Как любому эксперту своего дела, мне очень хотелось что-то уникальное, что-то интересное создать. И мне пришла идея. Она не просто пришла, она просто родилась благодаря моей жизни в различных точках с коренными народами. И создать путешествия развивающего характера, но без нрава учения, а именно с погружением, таким полномерным погружением в жизнь той страны, в которую мы приезжаем. Знакомясь с коренными народами, с их традициями, с их культурой, вообще объектами народного настояния. Просто в себе, познавая что-то из внешнего мира, мы познаем внутреннего себя. И вот создать это состояние и чувство, погружаясь в какую-либо культуру, раскрывать себя в ней. И вот эта идея развития своих природных способностей и качеств именно в естественном. Субтитры создавал DimaTorzok